Господин Алиев, а продолжает ли КНБ вести по-прежнему ваше дело? Или вами занимаются какие-то другие спецслужбы? Ну, конечно же, это же подарок для любой спецслужбы иметь врага, образ врага выстраивать, который тем более живет за границей, и воплощать во время, ну, советское время был образ врага в лице там империалистических держав или еще что-то. После того, как распался Советский Союз, холодная война, все это прекратилось, нет вот того образа, нет той спекуляции, на чем можно оправдывать те затраты, которые несет народ на плечах народа, на плечах бюджета. Огромные суммы денег уходят на бесполезную работу, на имитацию нужности, с тем, чтобы, во-первых, запугать президента Назарбаева, той большой, огромной такой оппозиционной, деструктивной, как они говорят, деструктивной деятельности независимых политиков, той политической деятельностью, которую занимаются за рубежом. К сожалению, внутри страны нет возможности в таком, с такой свободой действий заниматься. Хотя на Западе это свободная деятельность. Все, что мы занимаемся за рубежом, это в нормальной, свободной, демократической стране, это основы политики. А нам это запрещено. Господин Алиев, вот если бы, вот в завершении нашего разговора КНБ, если бы вам пришлось выступить перед аппаратом, центральным аппаратом КНБ сегодня, со знанием дела, с тем, что вы переживали за последние три года, с теми знаниями, которые вы получили на Западе, что бы вы им сейчас сказали? Одну простую вещь. Да, действительно, Комитет Национальной Безопасности должен быть, как и в любом государстве. Но он не должен иметь ни следственных изоляторов, ни иметь следствия, следователи, которые могут фабриковать уголовные дела. Комитет Национальной Безопасности должен только добывать оперативную информацию упреждающего характера о террористических угрозах. Бороться только с терроризмом. Вот это основная цель. И предотвращать угрозы государству. Только информировать. И в случае, если это действительно террористы, террористические организации, которые что-то хотят, какие-то акции сделать на территории Казахстана. Вот в этот момент они, конечно же, должны реагировать. Но следствие, оно должно быть в системе прокуратуры, я не знаю, там, полиции, других органов. Спецслужба не может сама добывать информацию, потом, используя, как вы говорите, компрометировать объект, и его же садить в следственный изолятор, чтобы подвергать физическому, моральному давлению. То есть пыткам подвергать. И вынуждать подозреваемого или какого-то оппонента режима сознаться в тех преступлениях, которые он не совершал. И я еще раз хочу сказать, что среди сотрудников комитета национальной безопасности есть достойные люди, действительно, которые преданы делу. Но они, я еще раз подчеркиваю, они люди подневольные, их не выпускают дальше заместители начальников, отделов, управлений там и департаментов. Они не стоят на высоких позициях, они находятся внизу вот этой пирамиды. Наверх, на руководящие кресла приходят те люди, которые или по родственным связям, или по знакомству, или за деньги покупают не только звания, но и должности, чтобы потом их отработать. Я еще раз обращаюсь именно к той части, которая составляет основу, которая находится на именно рабочей лошадке. Вы должны еще и еще раз оценить ситуацию и не нарушать законы в Конституции Казахстана. Потому что в итоге отвечать всем придется. Давайте на этом закончим наш сегодняшний разговор о КМБ. Я надеюсь, что к этой теме мы будем возвращаться не раз, потому что людям всегда интересно одна из самых закрытых систем. И все непосвященные люди хватаются за любой факт для того, чтобы понять, о чем там идет речь и чем занимаются эти люди. И спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok